Христианство, если бы хотело, ведь вся мысль философская была сосредоточена в духовных академиях тогда, то она могла бы что-то противопоставить марксизму, в философском плане, ничего. Но христианство не менее ответственно за то, что произошло у нас в гражданской войне. Ведь не забывайте, раскол начался в 1653 году, Аввакум и Никон. О чем они спорили? Они что, спорили о народе? О том, какое мировоззрение? Ничего подобного. Они спорили только о том, как писать книги священного писания, о том, как молиться двуперсим или трепперсим, то есть о форме, но не о содержании. И действительно образ вот этого христианства Пушкина по-разному. Вот была у него такая сказочка, царь Никита и сорок его дочерей. Читал кто-нибудь? Царь Никита жил когда-то, добрый, веселый, богатый, от многих матерей прижил сорок дочерей. Многие признали его почти как сексуально-вульгарный. Все имели дочки, вот кроме одного. Ну и как там пытались и так, и эдак, Москва и сорок ее сороков. Так называлась церковь. Это образ бесплодности христианства, который у Пушкина все время был. Я бы мог вам рассказать о его диспутах с неким Попом Михайловским, о чем они говорили. Но это просто будет очень длительное отклонение. Но главное, что дав Феклу, это исторический образ христианства. Потому что почему Саул стал Павлом? Почему он, будучи, ведь он возглавлял спецслужбы Синедриона? Это довольно серьезная организация была в то время. Почему вдруг он обратился в христианство? А сейчас, вы знаете, идет многосерийный фильм о том, как Саул стал Павлом в начале нашей эры. Что вы видите в этом фильме? Римская империя гниет. Кто такие императоры? Все там, ну, просто уроды в современном представлении. И, ну, чисто помыслами все иудея. Как оно было на самом деле, это вопрос сложный. Хотя, конечно, Римская империя приняла христианство. И это было концом того учения, которое давалось непосредственно Христом. Я часто спрашиваю наших христианок, а в какое христианство вы верите? То христианство, которое проповедовал как учение непосредственно Христос, это одно христианство до распятия. Или то, которое проповедовали его апостолы, это уже другое христианство. Его раскрыл Михаил Афанасьевич Булгаков. Надеюсь, все читали «Мастер Маргарита». За это он был приговорен к тихому умиранию. Не Сталин душил Булгакова. Сталин как мог помогал. А всего-то одна фраза. Помните, когда Понтий Пилат спрашивает, ты хотел разрушить храмы Великой Царства? Что ответил Ишуа? Ходит тут за мной Левий Матвей с козлиным пергаментом и записывает. Я прочитал и пришел в ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. Благая весть была дана Христу. Но ни Матвею, ни Иоанну, ни Луке, ни Марку. Где Евангелие от Христа? Ни Христос, ни Мухаммад, ни Моисей ничего не писали. А почему они ничего не писали? Мысль изреченная есть ложь. Слышали об этом? Многие знания, многие печали Библии. Нет ни одной информационной системы, которая не имела бы умолчаний. Мы подходим к следующему, очень важному в творчестве Пушкина. Многие знания, многие печали – это только открытая часть изречения. Есть скрытые. Многие знания, многие печали для тех, кто не понимает место узкоспециализированного знания в общем ходе вещей. Но многие знания – великие радости для тех, кто понимает место узкоспециализированного знания в общем ходе вещей. Или то, что Горбачев говорит о том, что никто не имеет права на истину – это тоже ложь. Для того, чтобы раскрыть, надо два видения мира посмотреть, и тогда выяснится, что нет. Начинать надо с того, что истина всегда конкретна, истины вообще не бывает, она конкретна во времени. Представьте себе огромное мозаичное полотно Николая Николая Чаге, Иисус и Понтий Пилат, что есть истина. Вы видели, наверное, картину такую в Русском музее. И представьте, что это полотно мозаичное где-то там 100 квадратных метров. И вы стоите на расстоянии от этого полотна, или мозаичная картина, на расстоянии там 2-3 метров, и вам видна только пятка Понтий Пилата в сандале. А вы знаете, вот есть такая картина. Ну, естественно, вы обладаете образным мышлением, вы себе дорисуете картину. Насколько ваша картина будет соответствовать той реальной картине, это все зависит от того, насколько вы хорошо многое-многое знаете. Отходите вы на 10 метров. Вы видите, кроме сандалии, еще край Тоги и разбитые ступни Вишуа. Вишуа и часть плиток таких мраморных, вы дорисовываете эту картину. И когда вы отойдете на несколько сот метров, вы увидите картину в целом. И тогда на истину будет иметь право только тот, в данном конкретном случае, кто видит картину в целом. Конечно, Горбачеву не дано было видеть не только картины в целом. Это замасоненный, совершенно замусоренный подсознание. Очень глупый, недальновидный человек. С очень закрытым, ну и жадный, к тому же, до ужаса. До денег, до всего. Поэтому таких людей легко вводить в масонство, закрывать им информацию и на уровне сознания, и на уровне подсознания. Пушкин взял на себя колоссальную миссию. Он тоже пророк. Но он описал все, что он видел, в художественных образах. И все его произведения имеют второй смысловой ряд. И этим он привлекает читателя. То есть, то видение, которое он имел на уровне подсознания, он передается теперь из поколения в поколение. Если вы достанете где-нибудь работу Андрея Белого, «Ритм как диалектик» и «Медный всадник», это, по-моему, 933 год, постарайтесь, всего 3000 экземпляров, единственный пока в России человек, это, я считаю, просто подвиг, подошел очень близко к тому, о чем я рассказываю. Он говорит о том, что настоящий художник живет вечно только в том случае, если он воспринимает информацию с более высокого уровня организации материи и передает ее просто последующим поколениям. И поэтому каждое новое поколение участвует в сотворчестве. Ведь если вы читаете «Толстого войны и мир», у вас у каждого своя Наташа Ростова, у каждого свой Андрей Болконский, у каждого свой Пьер Безухов. Может быть, Бондарачук создал и неплохие образы, но это его образы. Если молодой человек или девушка посмотрит фильм до того, как прочитает «Войну и мир», они лишатся возможности иметь свои индивидуальные образы. Были ли в русской литературе положительные герои революции? Нет. А почему? Представьте такую картину. Вы идете, доходите до какой-то развилки, в которой вам указано множество дорог. И все дороги приводят к истине, кроме одной. Кроме одной. Эта дорога ведет пропасть. Эта дорога ведет гибели. Вы художник, вы писатель, вы кинорежиссер. Что вы будете делать? Если вы укажете какую-то дорогу, это ваше будет видение. Вот этой дорогой лучше идти всего. Если вы имеете дело со стадом, стадо побежит все по этой дороге. Перетопчет, перебьют друг друга. Умный дурак к истине приходит рано или поздно. Вопрос только во времени. Задача подданного художника, уважающего читателя вообще и желающего, чтобы читатель участвовал в сотворчестве, показать только ту дорогу, которая ведет в тупик, если он это сможет увидеть. Поэтому ни Евгений Онегин, ни Печорин, ни Евгений из этого, Медного всадника, это не положительный герой. Это тупиковые пути развития. Это особенность русской литературы. Потому что каждый имеет право пройти свой путь и прийти к истине. Но задача любого художника показать, уж куда точно ведет гибель. Тогда тут только ту дорогу, которая точно ведет гибель. Хочешь сломать себе шею, ну иди. А ведь многие воспринимали Печорина, как чуть ли не положительного героя. Я учился здесь, в Суворовском училище. Мне, может быть, повезло на преподавателей. Потому что я рос в то время, когда у нас было раздельное преподавание. Не только в военизированном училище, а вообще. Это величайший заслуга образования. Потому что с 5-6 класса нельзя сажать мальчиков и девочек за одну скамью. Будет очень много отвлекающей информации. И слуховой, и обонятельной, и осязательной, и зрительной. И человек не может постичь всего того, что ему положено постичь за те 7-8 лет, которые он учится. Соединение у нас мужского и женского образования – это колоссальная трагедия нашей страны. Весь потенциал научный вырос у нас только в то время, когда было раздельное. Если бы был Сталин, он никогда бы этого не допустил. В результате этого мы имеем мужчин, очень похожих на девочек. С длинными косами, со всеми атрибутами. Или он типа Киркорова, который даже в женской кофточке пляшет. И не поймешь, девушка это или мужчина. И женщин, которые перестают быть женщиной. Это развал семьи. Это очень многое, я уже не говорю о том, что воспринять полностью то знание, которое дается, никогда не может полностью. Ну а дальше вы знаете все последствия того, что мы имеем. Поехали дальше. Так, нам надо сделать перерыв. 10 минут. Только давайте... Итак, старушка-мать, бывало под окном она сидела. Днем она щулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала двор. То окна, то во дворе мелькало. И кто бы ни проехал, не шел, всех успевал видеть. Зоркий пол. То есть Пушкин здесь говорит о том, что перед революцией, это действительно так, при дворе царя собралось очень много всяких магов, чародеев, попюсов и прочее. Это все описано. Ну а народ все-таки занимался как мог тогда управлением. Ну и дальше он говорит о том, что все нашествия на Россию всегда были летом. Ну как говорит образно, зимой ставни закрывались рано. То есть реки наши встают рано. Но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана смотрела долго девушке в окно. Без этого не обойдется ни одного романа. Так заведено. Бывала мать давным-давно. То есть правительство хора пело, А дочка на луну еще смотрела И слушала мяуканье котов По чердакам Свидание знак нескромный Да Бой часов Над мирной колонной Редко из домов мелькнут две тени Сердце девы томное ей было Можно слышать, как оно В упругое толкалось полотно Вот здесь Пушкин говорит о неких двух тенях Вообще это тоже целая гамма образов Дилектический тандем Скрытное управление Если вы возьмете книжку Альбера Ревиля Иисус Назарянин Она у нас, к сожалению, так и не переиздавалась Где-то в конце прошлого столетия То там вы как раз увидите Что он пишет Что где-то с 225 года Во главе Великой Синагоги Всегда было по два раввина Вплоть аж до христианства То есть это как раз Есть образ Скрытного дилектического тандема А вот коты по чердакам То есть кредитно-финансовая система Которая потом будет сказана Она не была открыта и понятна Ну по крайней мере вот до настоящего времени Что она есть управление В глобальном историческом процессе В некем глобальном суперконцерном В котором уже все страны Есть только отрасли И нас хотят вот как В сфере добывающей отрасли Писать мировой рынок А управляется так Судный процент выше среднего роста Процента производительности Труда в обществе И тогда можно стране развиваться Вот тогда эта страна гибнет Отрасль гибнет Потому что вы не можете вернуть кредит Да еще с судным процентом Если ниже То тогда можно развиваться Поэтому ничего удивительного нет Ведь в рынке Находятся и Боливия И Венесуэла И Аргентина И Бразилия И Тога И Камерун Не только американцы Но почему Германия И Япония Фактически дважды были Участвовали в мировых войнах А Германия дважды была разрушена Но уровень жизни Например Германии Выше То есть речь идет о том Как управлять В этом глобальном суперконцерне И кто этим владеет Владеет этим сейчас То что мы называем Международным валютным фондом Они создали особую систему Настройки рынка Но они же подводят и гибели Там слушать русское богослужение Смотрите Не христианское Не католическое Не исламское А некое русское Что это за русское богослужение И почему По воскресеньям Летом И зимою А потому что весною Это все показатель на то Что он пишет Все-таки о народе Народ Занимается делом Весною Посевная Летом уборочная В церковь ходить некогда Укрылась она лево Те кто изучал Всякий ритуал В царской семье Царская семья Во время молебна Вставала Укрылась и налево Я живу теперь не там Но верной мечтой Люблю летать В коломну К покрову И в воскресенье Там слушать Русское богослужение Пушкин говорит о том Что будет некая Внеконфессиональная религия Религия в переводе С латыни это связь То есть в России Будет связь с Богом Каждого человека Непосредственно А это означает Выход за рамки Ведически-магической культуры Потому что мы Где-то Ну так у нас До появления письменности У нас была шаманская культура Отсюда Игомер Информацию Чтобы много запомнить И не исказить Ее надо передавать Было в стихах Пока не появилась письменность Появилась письменность Тогда Появилась и Ведически-магическая культура Но ведически-магическая культура Предполагает Обязательно учителя Посредника Между Богом и человеком А Пушкин говорит о том Что будет русское богослужение А вот дальше Он приступает К нашей Либеральной интеллигенции Туда я помню Ездила графиня Звали как Не помню право Она была богата Молода Входила в церковь С шумом Величавом Молилась гордо Где была горда Бывала грешен Все гляжу направо Все на нее Параша перед ней Казалась бедной И еще бедней То есть Пушкин Соотносит Народ С интеллигенцией С интеллигенцией Порой графиня Бросала на нее Небрежный взор Свой Но она молилась Тихо И прилежно И не казалось Им развлечена Речь ее Это боги Смирение в ней Изображалось Нежно Смотрите какой оборот Народа Смирение Изображается Нежно Графиня Была погружена В самой себя Видение Моды Новые Своей красе Надменной И суровой Она казалась Хладной Идеал Тщеславия Его бы Мне и узнали Но сквозь Надменность Эту я читал Име и боли Громкие печали Смирение Жалоб В них-то Я вникал Невольный взор Они-то Привлекали Но это Знать Графиня Не могла И верно В список Жертв Меня Внесла То есть Кто Больше всего У нас Жалуется На свою Плохую жизнь Конечно же Интеллигенция За что боролись Теперь на то и напоролись Без них бы Никакая перестройка Не смогла быть Сами привели Вот этого Борю С командой А теперь На забастовке Я говорю Бастуйте На голодовке Голодуйте Им на вас плевать Главное Вы для них сделали Вы их посадили себе На шею Она страдала Она всегда страдает Хоть была прекрасна Молода Хоть мода Ей несла Своя фимия Хотя Фортуна Ей была Подвластна Она была Несчастна Вот всегда Несчастна Блажение Сто крат Была Ее Читатель Новая Знакомка Наша Простая Добрая Моя Параша По-моему Солоневич Сказал В своей Какой-то работе Монархия Или что-то Народная монархия Он описывает Встречу С некими Немецкими Там Философами Которые Готовили В общем Поход на Россию И Которые Объясняли ему Что Он говорит Откуда вы знаете Как воспримут Вас в России Ну как же Мы же читаем Классику Мы же знаем Русский Народный Характер Солоневич Говорит Какие Писатели Кто Чехов Со Своим Злоумышленником А кто Ну ладно Кто-то там Гайку Отвернул А кто Построил Транссибирскую Магистраль С киркой Лопатой За 10 лет Где Эти люди В нашей Литературе Найдете Платон Каратаев Из народа Что ли У Толстого Где Да и нет Народа В русской Литературе Есть Интеллигенция Есть Ее Боли Печали Вот Пушкин Говорит Блажение Сто Крат Была Читателем Новая Знакомка Наша Простая Добра Моя Параж То есть Я буду Говорить О народе А кто О том Кто был Всего Ей сердце Ближе То есть Народ И равно Для всех Она была Выйдем Ниже Пока Межжизнь Вела Она Не думая О Балах О Париже Как при дворе Жила Ее сестра Двоюродная Вера Ивановна Супруга Гофурьера Смотрите Как Если Это простая Старушка Вдова А у нее Сестра Двоюродная Какая-то Вера Ивановна Да это Образ Веры Который Далеко Не всегда Сходится С тем Что мы называем Религия Религия Это связь С Богом Она может Идти в рамках Конфессии Юдаизма Христианства Буддизма Ислама А вот Вера Это что-то Покруче Религии А дальше Пушкин Говорит О том Как Умирает Прежняя Служанка Христианства Идеология И как Приходит В Россию Новая Идеология И говорит Об этом Описывает И гражданскую Войну И Первую Мировую Войну Революции Туда все Входит Он видит Некий Массив Информации Но горе Новых Это была Попытка Последняя 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 Церкви Сохранить Себя Как Четвертую Власть Идеологическую Монархию Оттуда Симонович Всех Вообще Узнаю Новую Кухарку И Низко Поклоняясь Прижалась В угол Фартук Разбирая И смотрите По-русски Слово Немецкая Фартук Я бы сказал Передник Разбираю Я рифму Нарушил Да нет Что такое Короткая Юбочка И фартук Пушкин Намекает На ложе Шотландского Ритуала Короткая Юбочка Это Шотландцы Да Масонство У нас было Шотландского Ритуала А есть Суведение Как 15 Крупнейших Там Деятели Выехали Перед революцией И приняли Вот это Масонство Шотландского Ритуала А что возьмешь Спросила Старуха Обратясь Все Что будет Вам угодно Сказала Та Смиренно И свободно Смотрите Как Смиренно И свободно Да Евреи Действительно Обладали Определенной Свободой Прижалась В угол Вот вам Образ Черка Седлости Читайте Лескова Жудовская Кувыркалегия Теперь Это Опубликовано Вы Увидите Как Этот образ Будущего Евгения А как зовут А Маврой Трудно вам Да и многим Представить Ведь Пушкин и Маркс Были современниками Когда Пушкин Был убит Марксу было 18 лет Мог ли Пушкин Предвидеть Что Маркс Возьмет Пседоним Мавра Во всей Переписке Где-то После По-моему 20 лет Уже идет Пседоним Мавра А как зовут А Маврой Ну Мавруша Ты молода Молодая Делай Живи у нас Поконница Феклуша Служил мне Кухарка Тысячу лет Десять лет Ни разу Долго чести Не наруши Ходи за мной То есть за правительством За дочерью моей За народом Усердно будь Присчитывать Не смей Ну вот Присчитала Вся наша перестройка Началась с присчитывания Смотрите Вот это Сталинизм Застой Перестройка Это годы 40-е 50-е Это данные Статистики Это главное Что Смогло Помочь Провести Вот ту То разрушение Страны Которое Произошло Вот это Сумма Товарно-денежного Оборота В миллиардах Рублей В ценах Примерно 85-90-го Года Вот это Сумма сбережений А вот это Отношение В процентах Сумма сбережений В сумме Товарно-денежного Оборота У нас Была Трехконтурная Закрытая Кредитно-финансовая Система На первом Контуре Это рубль Обеспеченный Золотом С которой мы Выходили Как единый Суперконцерт На внешний рынок Он примерно Также обеспечился Золотом Как доллар На втором Это безналичка С которой предприятия Передавали Продукцию По бумажке Там другого А на третьем Те деревянные рубли С которыми мы ходили Пока не был Отменен Золотой стандарт Это была Очень мощная Закрытая система Но Кредитно-финансовая Система Запада Мировая Готовилась Разрушить Нашу экономику Вот таким Образом Смотрите Каждые 10 лет Строго Вдвое Удваивался Процент Инфляции Вот в такой Системе Это Уровень инфляции Это отложенный Спрос Кажется Что всего Население Но вот эти 220 миллиардов Которые Начало Перестройки Были Они Распределялись Неравномерно Примерно 90% Всех сумм Принадлежали Трем процентам Населения А вот 97% Имели Все остальное А у этих Трех процентов Уже Все было Были Шикарные Квартиры Были Дачи Были Машины И все Шмотки За которыми Бегали Наши Все у них Было И им Нужны Были Средства Производства Вот это И называется Присчитывать Присчитывание Так что Мавруша Присчитала Стоимость Всех Предприятий Легкой промышленности В ценах 91-го года Составляла 550 миллиардов Рублей Тогда Учтите Это только На сбережениях А еще Было Много Там На западах Что-то было В челках Что-то В драгоценности И Они Потребовали Средства Производства Они их получили Вот это Называется Слабый Маневр Сама Перестройка Была уже Сильный Маневр Что это значит Когда вы едете В автобусе Читаете книжечку Водитель автобуса Ведет Только с самолета Можно видеть Радиус Например 3 километра Вы его не замечаете И вдруг Он делает Резкий Крутой Поворот Тут вы все Станете Что Дрова везешь Что ли Как Вы замечаете Что кто-то ведет Этот автобус Вот примерно С нашей страной Так случилось Присчитывать Не смей И Пушкин Говорит Предупреждает Проходит День Другой Кухарки Толку Довольно Мало То переварит То пережарит Вечно Все Пересолит То есть Если уж Коллективизация То до упора Если Индустриализация То до упора Что значит Пересолить Если по плану Второй пятилетки Было Семь миллионов Тон стали Выплавить Он говорит Нет Семнадцать А нет Ни заводов Ни обеспечения Энергетического Ничего нет Народ Бьется Жилы Рвет из себя Энтузиазм Был колоссальный А план Не выполнен Вечно Все пересолить Шесть Сядет Не умеет Взять Иголку Руками Работать Не любили Ее бронят Она себе Молчит Везде Во всем Уж Как-нибудь Подгадит Параша Бьется Народ Никак Не славит А вот Дальше О перестройке По утро В воскресенье Мать и дочь Пошли к обеду Делать Перестройку Я добавляю Пошли к обеду Дома Осталась Лишь Мавруша Видите У нее Всю ночь Болели зубы У Маркса Общность Которая Которая Идет Родословную По маме Вы знаете Уже проходили Начальные Озы В школе Теперь Х Женские Хромосомы Х Игрек Вот Климов Нам Подсовывает Что якобы Появляются Такие Легионеры Можно их называть Легионерами У которых Игрек Игрек Две Хромосомы Интересно Как это может быть Когда идет Процесс То всегда Либо В женской Яйцеклетке Появляется Либо Игрек Либо Икс Если Икс Икс Ну тогда Рождается девочка Если Икс Игрек То рождается Мальчик Как может В Икс Икс Родиться Игрек Игрек Климов Это очень Серьезно Он нам Подсунут В рамках Гарвардского Проекта Чтобы Мы Нас Второе Первое Массовую Информацию Сгрузил Гумилев Есть только Биология Социологии Никакой Нет Ему Помог Климов Подход Такой Примерно Ври На уровне Третьего Приоритета 50% На 50 50 Пройдет Вот на втором Приоритете На хронологическом Историческом Надо 90% Говорить Правду 10% Лжи А вот На первом Приоритете Мировоззренческом Методологическом Надо давать 99% Правду Чтобы Протащить 1% Лжи Вот чем Занимается Климов Потому что Мы вышли На понимание Как была Создана Вот эта Общность Мафиозная Это просто Самая древняя Самая культурная Мафия Потому что Если встать На точку Зрения Наций То тогда Надо Объяснить То почему У нас Например В университете Да и во многих Университетах 50% Преподавателей Эти ребята Они что Все такие Гениальны Почему На 1750 У них Имеют Высшее Образование А 44 Имеют Кандидатские Диссертации Где-то Порядка 70 Докторские А на 90% Вся Академия Наук Если вы Встанете На теорию Что это Нация Тогда Вас Можно Объявить Расистами А вы Против Расизма Чувствуете Как вы Они попали Значит И получается Либо вы Одни нации А все остальные Не нации А нечто Непонятно Либо вы Мы даем ответ Мафия Созданная Примерно 3000 лет назад Придется Вернуться Для объяснить Ведь они же Были Обыкновенными Кочевниками Ничем не Отличающиеся От других Семитских Кочевников Что произошло В Египте Почему Они были Храмовыми Рабами Эти кочевники И почему Через два поколения Их вытолкнули В Синайскую пустыню Что было делать В Синайской пустыне Там же работать Негде Египетские Жрецы После того Как они 300 лет Воевали С хетами За Кадиш А Кадиш В своем Менном Представлении Это Международный Телеграф Информация Циркулирует Всегда С определенной Скоростью Скорость Тогда была Парусник Верблюд Конь Максимум 20 км в час Но циркулирует Все караванные И торговые пути Пересекались В Палестине 300 лет Бьются с хетами И тень Другие победить Не могут Вот тогда-то По нашему представлению Впервые Египетское Жречество И сформировало Метод Культурного Сотрудничества Потому что Они поняли Я сегодня Придумал Лук со стрелами Великолепный А мой противник Щит Я построил Стенобитную машину А мой противник Как стену Лучек Власть И это До бесконечности Поэтому Они решили После битвы При Кадиши Она выделена Посмотрите Во всемирной истории Везде там Века Века Тут 1312 год Что-то Они там Разобрались Тогда-то Они И сформировали Библейскую Концепцию По которой Сейчас И управляется Весь Запад Но В чем у них Была проблема У жречества Была всегда Периферия Сидит некая Пифия На треножнике Вдыхает Какие-то Сернистые газы Что-то Бормочет А за ее спиной Царю Кирову Который спрашивает Ну как Мне идти войну Он говорит Идти Пойдешь И разрушишь Великое царство Ну идет Обратно В плен его взяли Там морду Набили как следует И царство разрушено Как же Ты меня обманул Ничего подобного Я тебя не обманывал Я же не сказал Какое царство Ты разрушишь Твое или чужое Поэтому Жрецы Общались Своей периферией В храмах А им нужно было Так чтобы Их периферия Не датифицировала И поэтому Им нужно было Нарушить Вот у нормального Человека Предметно-образное И абстрактно-логическое Правое-левое Полушарие Работает в диалоговом Режиме Вот разрушить Этот диалоговый режим Они пытались Множественным способом Даже применять Пытались Лоботомию Применять Но В поколениях Есть Раскопки Где показано Что они Владели Этим Такой операцией Рассекали Лобные доли И вот тогда Видимо Наблюдая За этой Обыкновенными Ну Будем говорить Кочевниками Они и продумали Вот ту акцию Это конечно Жесточайшая акция К целому народу К племени Они их Выставили Там долго была борьба Надо говорить Об Эхнатоне О жречестве Атона И жречестве Омона Они выставили Их туда В Синайскую пустыню Почему Вот есть такой Еврей Владимир Шали Чувствует Ребята Он пишет Далее Странник Сказал Что чем ближе Он приближается К египетским Тайнам Тем ужаснее Обдувает Ее ветер Опасности Туда Заглядывать Опасно Но ему Потомку Древних Египтян Хорошо известно Как это все Было В то время Столкнулись Два Мировоззрения По нашему Мировоззрению Целостности И мировоззрению Калейдоскопа Две любви Две ненависти К жизни Прошли тысячелетия Возникли новые Веручения Но в основе Все по прежнему Убежден Странник Лежит Египетское Противостояние Далее Странник Сказал Звезда Давида Это перевернутое Египетское Сознание Это Преодоление Рабства Это приговор Египту Это антиегипетская Культура Выраженная Графически Звезда Давида Состоит из двух Противостоящих Треугольников А именно Перевернутая Пирамида Пересекающая Сверху Как нож Пирамиду Хеопса О чем Здесь Виде некие Картинки На уровне Подсознания Называется Свобода Исчезновения О чем Здесь Владимир Шали Говорит О каком Это преодоление Рабства Рабство Было тогда Повсеместным Явлением И рабовладельцы Старались Пленных Не мешать Между собой Старались Мешать Между собой Чтобы по языкам Не договорились Вот тех Кочевников Семитов Которые Египетские Жрецы Держали в качестве Рабов Храмовых Они ни с кем Не мешали Они наблюдали Они были Кстати Многобожниками Они не были Монотлистами Они наблюдали Как они Отправляют Свои Культы Как у них Браки И Фактически Задача их Была Перевести Рабство С уровня сознания На уровень Подсознания Поэтому Евреи говорят Вот были Евреи И древние греки Где древние греки Нет их Были евреи И древние гептяне Где древние гептяне Нет их Были евреи и римляне Где древние римляне Нет Одни евреи Вот теперь тут русские И евреи Не будет вас и русских Останутся одни евреи Да, действительно, те греки, которые сейчас, и греки, которые были, это не те греки. И римляне, это не те итальянцы, о которых мы сейчас видим. Одни евреи остались. Как удалось сохранить нечто на уровне подсознания, чтобы остаться евреями? Пушкин, загнав в Синайский торпоход на два поколения, Мендели, наверное, уже тогда читали, знали, как много они соображали, что такое Евгеника, выведение новой породы людей. Поэтому Пушкин и Евгений – основное действующее лицо. Евгеник – это наука выведения породы людей. Конечно, они хотели как лучше, Черномор говорил наш, а получилось как всегда. Плохо получилось. Ведь в пустыне работать было нельзя, чтобы не умерли с голоду вся тайна мани небесной. Вот это была загадка для нас очень сложная. Но мы знаем, что левиты держат на уровне подсознания очень много информации. Выбрали, они тандемами работают, двух левитов, А, Б, С, они шли у нас под шифром, Аркадий и Борис Тругацкий. Один человек подбросил им тему, а все писатели пишут так, лезут в свое подсознание, и как вот с пленки разворачивать это. Попробуйте, у вас получится, вспомните то, что аж в детстве, а может быть и в прошлой жизни. Подброшена была им тема, потому что мы не знали, как можно было за 42 года. Мы, конечно, понимали, что из житниц египетских храмов привозилась какая-то засушенная невкусная бурда и разбрасывалась. Иначе бы умерли с голоду, потому что в Библии есть отзвук этого. А противила нам эта пища, роману небесную. В Египте нас кормили лучше. Ждивенцы, в общем-то, были. В Египте нас кормили лучше. Но, наверное, подворовывали, как всегда, во всякой структуре. Рацион не совсем был достаточный. А вот как это нам рассказали, потом, после этого, как тандем был ликвидирован, остался только Боря, Аркаша, ушел из жизни. Город обреченный, читайте. Там открытие секрета. Смысл такой, что идет вот это умирающее от жажды и голода стадо. И видит некую пирамидку. Камни все там, желтые, почти одинаковые, выкрашены в цвет определенный. Говорит сопровождающему. Тот знал только знак. Вот если увидел такую пирамидку, гони стадо, в двух днях пути увидишь какую-то еду. Сразу решается несколько задач. Периферия Моисея, сам он в этом не повинен. С ним шла периферия жречества Атона и Амона. Периферия Моисея или Амона, Атона или Амона. Кто-то из них, видимо, знал. Они говорили уже Моисею. И так творили культ Моисея. Он становился Богом. Потому что если чудес не бывает, если бы манна небесная была чудо, то всякое чудо природное повторяется с определенной частотой. Вот как снег идет, как солнышко всходит, как дожди. Если же это... Либо это дело рук человеческих. Некое ноу-хау. Вот мы усматриваем это некое ноу-хау. Потому что если бы это было природное явление, ну, евреи и народ практичнее построили бы вокруг Синайской пустыни великую еврейскую стену. Все-таки какая-никакая еда и подторговали, и работать не надо. Сейчас проблема с продуктами. Работать не надо. А чем же заниматься? Боевой политической подготовкой. И вышла оттуда уже хорошо сбитая. Сказано было, выйдут отсюда только те, кто не понимает разницы между добром и злом. Неразличающие. И эта орда захватила землю Ханананскую, Кадиш и все что. И вот сейчас они построили даже государство на этом. Еще вопрос. А вы, ребята, как пришли сюда? И кто там? Палестинцы? Это хамяне и няне. Которых тогда еще. Ну, а дальше было просто. Египетские жрецы, после этого они, ну, не идентифицировались как бы уже. Задача была, чтобы вот эта периферия не могла идентифицировать жречество. А концепцию разносить по всему миру. Для этого было три погрома. Помпей, Флавий и Адриан. 60-й год до новой эры, там, во времена христианства. Поэтому Пушкин вначале взял одного из военачальников в египетских ночах, Помпея. А уже потом только из Флавии. Ну, и Адриан уже при нем завершение. Есть данные о том, что это сам Альшуллер пишет, например, что иудейских рабов, римские легионеры, гнали с собой в Европу. Но там почему-то отпускали, он не понимает. И те образовали отдельные общности, отпускали, вольные им давали. Вот так шел процесс рассеяния механизма. Ну ладно, надо нам завершить все-таки домик в Коломне. Он говорит, описывает парашу коса змеей на гребне-роговом, из ушей змеей косы русы, косыночка крест-накрест или узлом, на тонкой шее восковые бусы. Можете себе представить, восковые бусы, женщины на тонкой шее. Воском плавится, свечи. Христианский ритуал, Пушкин считал, не есть хорошо для. На тонкой шее восковые бусы, наряд простой. Но пред ее окном все же ездили гвардейцы-черноусы, вот появляются легионеры. Но девушка принять умела их без помощи нарядов дорогих. О том, кто был всего ей сердца ближе, или равно для всех она была, увидим ниже. Вот я вам пропустил эту октаву. Пока мне жизнь она вела, не думая о баллах, о Парижах, о преддворе, ее жила. Сестра двоюродная Вера, Иванова супруга Гоффурьера. Ну а мы, значит, перейдем к перестройке. Дома лишь осталась мегруша, видите ли, у ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корице нужно было натолочь, пирожные испечь она сбиралась. Кто нам обещал испечь пирожные, вспомните. Еврейский грек Попов, Абалкин, Бунич, армянский еврей Аганбедян. Все экономисты у нас, эти ребята, пирожные испечь она сбирала. Ее оставили, но в церкви вдруг на старую вдову нашел испуг. Она подумала, мавруша ловкая, зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей-ей глядит плутовкой. Не вздумала нас обокрасть, да улизнуть. Вот будем и с обновкой для праздника. Ах, ти, какая страсть! Так, думая, старушка обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала. Народа, стой тут, параша, я схожу домой. Мне что-то страшно. Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперки долой, чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. И вот мы подходим к 50-й кульминационной октаве. Ну, вы знаете, что перед перестройкой появилась книжка Романенко о классовой сущности сионизма. Это была проверка. О реакции нашей дурой либеральной интеллигенции от того, как бы отреагировала она, перестройка могла идти совершенно иначе. Это была точно такая же проверка, как дело Бейлиса. Вся либеральная интеллигенция тогда бросилась защищать. Потом ее же пустили под нож. Русская я имею в виду либеральная интеллигенция. Короленко, Горький. Ну, я не буду всех перечислять. А здесь появилась книга Романенко. Не сам он писал. Книга подготовлена с совместными болгарскими нашими спецслужбами. Сам Романенко мало чем в ней понимал. Но это был тест. Издана она была в Петербурге. Два тиража выдержала. И пошла истерика. Ах, антисемитизм, ах, антисемитизм. Ах, ужасно, ах, ужасно. Ну, что, сразу ужасно держите теперь. Ну, головы меня подрывали. Но интеллигенцию на голодный паек посадили. Правильный поделом. А Пушкин в 70-й, то есть в 50-й октаве, начинает. Мало того, что он в 7 строчек. Зашла в лачушку. Где она вошла? Здесь нет. В кухне посмотрела. Где вся политика варится. Мавруши нет. Она к себе в покой вошла. Кто там около Бори теперь? 7 еврейских банкиров. Березовский, Гусинский. Что он заявил? Вся пресса сказала. Мы уже управляем всей страной. А Боря нам обязан. В интервью. Телевидению. Тель-Авива. 7 еврейских банкиров. Ходорковский, Березовский, Гусинский и там еще. Вот вам образ у Пушкина. Она к себе в покой вошла. Она здесь не вошла. Она в окно смотрит. Помните? Православие, самодержавие, народность. Все тайны вот этого. Наша академическая наука никогда раскрыть не способна. Она вся зомбирована. Об этом может рассказать народ. Народ не является авторитетом. Наша концепция общественной безопасности не могла быть написана в рамках ни одной академической науки. Но никто пусть попробует поспорить с основными ее положениями. Ничего не получится. Дохлый день. Поэтому Пушкин показывает, что вся информация придет только через народ. Снизу. Потому что народ не связан никакими посвящениями. Ни прямо, ни прямыми, ни в обход сознания. Он воспринимает информацию как есть. И ничего у ребят теперь уже не получится. Поезд ушел. Зашла в лачушку, кухню посмотрела, мавруши нет. Она к себе в покой вошла. И что ж, о боже, страх какой. За зеркальцем параши, чинно сидя, мавруша брилась. Вот этот образ бороды такой. Он потом в египетских ночах. Что значит брилась? Менял свое обличие. Вначале все были, сразу после революции, все евреи стали марксистами. Они что-то читали Антидюринга, Капитал Маркса. Конечно, они были более грамотные, чем в среднем все в России. Русский мужик чесал в затылке, а что это такое? Марксизм. То ли мраксизм, то ли марксизм. Они все были марксистами. А кто не соглашался, ставили к стенке. Но вы помните, кто первый стал брить бороду? Маркс Захаров демонстративно порвал свой партийный билет. Вернее, сжег даже. Все как один сразу вышли из партии. В статистическом смысле. То они марксисты, то они анти. Вернее, так сразу должно сказать. Вот я, по своим убеждениям, коммунист. В партии вступил 18 лет. И остаюсь коммунистом. Но я никогда марксистом не был. Понимаете, что марксизм, ну от силы ему где-то 150 лет. А желание жить не стадом, подводительством пастуха в коллективе. Коммун это община, только по-латыни. Всегда было в России. Поэтому сейчас обратите внимание, все прессы ругают коммунистов. Но вы нигде не услышите, что вы ругали марксистов. Потому что марксизм, это есть экспортные модификации, фактические библейские концепции для Руси. Но ей дано было жить не более. Два-три дня не более. Итак, пред зеркальцем Параши Пушкин видел далеко. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех прекрасней и добрее. И зеркальце в ответ. Телевидение наше. Ты прекрасна. Спору нет. Ты на свете всех милее, всех прекрасней и добрее. Всех румяней и белеет. Кого мы видим по телевидению? Какая бы тема ни обсуждалась. Экономики, культуры. Ни одного русского человека. Ни одного диктора нет русского. Зеркальце Параши захвачено полностью. Да. Почему? Ну, русский мужик, отоработав в поле или у станка, поужинав, да еще стопку приняв, ложится перед зеркальцем Параши и бездумно действительно многое воспринимает. Информация воспринимается не в пустоту, а в некие стереотипы. То есть Пушкин не только предвидел телевидение, но и предвидел, что оно будет не принадлежать народу. Но это естественно, это самый мощный канал. Если бы всю информацию, которую мы даем в наших книгах сейчас, даем вот в образном виде, в таких выступлениях, донести сейчас на обществе, я вас уверяю. Две-три недели и страна была бы другая. Мы уже с Москвой и Петербургом смирились, мы ездим на периферию. С первой же лекции нас понимают там, вот в Вершкарле, он недавно читал лекции учителям. С первой лекции понимают фактически 70-80%. Сложнейшие вещи и три единства материи информации и меры, и обобщенные средства управления, и что такое смена логики социального поведения. Вот учителям, там был съезд учителей, я читал лекции пять часов. Вот как вам, там с перерывами. Кстати, нам не пора, повторю, еще 10 минут, да, сейчас перерыв сделаем. Поэтому, ее увидя, та в торопях, с намыленной щекой, когда человек бреется, он сам вообще мылит себе щеки. Через старуху, вдовью, честь, обиде, то есть теперь у нас нет больше авторитета в правительстве. Прыгнула в сене, прямо на крыльцо, на престоле какое-то время побудет. Видите нам, евреченка, жору из колена Давидова. У нас теперь есть интернационал-монархисты, и национал-монархисты. Так вот, это из интернационал-монархистов. Кстати, они считают, что более легитимно по отношению к нашим национал-монархистам. Почему? Потому что мама из рода багратидов, они идут к колену Давидову. Читайте священную загадку, там есть ответ на это. Она вышла с десятитысячным тиражом, скоро еще выйдет. Прыгнула в сене, прямо на крыльцо, да ну бежать в одно касание, закрыв себе лицо, то есть опять инкогнито. Ну, дальше Пушкин говорит о том, а что будет, когда закончится. Обедник кончился, рано или поздно перестройка закончится. Пришла Параша, что маменька доиграла? Что маменька моя? И вот впервые правительство называет народ ластва. Ах, Пашенька моя, маврушка наша, опомнится до сени в силах я, за зеркальцем, кто там все время, в останкин и так далее, вся мыли, спрашивает народ, воля ваша. Мне право ничего понять нельзя. Да где ж мавруша? Ма-вруша. Ах, она разбойник. Она здесь брилась. Внимание, точно мой покойник. Помните, вот появился персонаж. Господствующий класс всегда потенциальный покойник. Что сделали евреи? Они уничтожили финансистов национальных, национальную буржуазию. Что такое три поколения истории, когда речь идет об истории писем на 75 тысяч лет? Что такое 75 лет по сравнению с 23 тысячами годами? Это миг. Они крутят большие процессы глобальные. Поэтому сейчас они захватили всю кредитно-финансовую систему, а именно она является средством управления. До тех пор многие там разделились, как народ думал. Ну, Шушкевич там с кем? Никучма, кто там был еще? Халевчук или Хавчук? Кравчук, Шушкевич, Гейпси там, ну разделились. Ну, это они, народ-то не разделить. А нет, разделение пошло только тогда реально, когда поделили денежки. Как только стали вводить свои валюты, все. Вот тогда ты пошел раздел, хочешь не хочешь. А когда, говорит, будем с обновкой для праздника, что, говорит, ну, украдет. Как происходят денежки сейчас, через судный процент, перекачиваются в доллары и утекают за границу. И не думайте, никаких инвестиций здесь не будет, наша экономика. Дело не в том, что новые русские там плохие или там на Западе. Все дело в другом. Сколько стена вот эта толщина, видите? Она аж пять кирпичей. Сколько тепла надо? Любое производство здесь, вот этой техники, самовара, одежды, требует накладных расходов раз в пять выше. Вот каждый из вас имеет одежду, зимнюю, весеннюю, летнюю. А в Таиланде поставил две фанерных стеночки, поставил станки, пускай. Зарплата, она состоит из две пары сандалий, шорта и пару маечек. А у нас женщины ноги в мехах хотят ходить. Где ж напасешься? Это все накладные расходы. Средняя температура по России минус пять, а в Таиланде плюс двадцать. Это одна из причин, почему южный дракон так быстро поднялся, как на дрожжах. Если мы будем только в сырьевой отрасли, в глобальном суперконцерне, не рассчитывайте, что здесь будет какая-то промышленность. Невыгодно, просто невыгодно. Это никакой не секрет, они все знают. Просто, если будут вкладывать сюда, проиграют с конкуренцией тем, кто будет вкладывать в Южную Корею, в Таиланд, в африканские страны. Невыгодно. Но тогда у нас будет канадский вариант. Максимум пятьдесят миллионов, минимум тридцать. Больше не надо. Работа в средовающих отраслях, ну и что-то там. Остальные все должны умереть. Как? Ну, процедура этого несложная. Ну, не сразу, конечно. От алкоголя, потому что вы не думайте, что просто так столько отравы ввезено, ввозится сразу. Много есть способов уморить. Параша закраснелась или нет? Пушкин говорит, сказать вам не умею. Сказать вам не умею. Но Мавруша с тех пор, как не было и нет, ушла, не взяв, в уплату на полушке, не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки, кто заступил Мавруша, сказать вам не берусь, неведу и кончить тороплюсь. Вот тридцать октав в тексте закончился. Пошел Джокер. Как? Разве все тут? Шутите? Пушкин, ей-богу. Так вот, куда октавы нас вели. К чему ж такую подняли тревогу, вскликали рать и с похвальбой ушли? Завидную же избрали вы себе дорогу. Антисемитизмом заниматься. Ужилиных предметов не нашли. Да нет ли хоть у вас норовоучения? Пушкин, нет. Или есть. Минуточку терпения. Вот. Пошла последняя. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку борца за социальную справедливость странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду, что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. И начинается это по латыни эпиграфа. Мода вир, мода вир, мода вир, мода вир, мода вир, мода вир, то мужчина, то женщина. Вот. Когда началась перестройка, шевчук, это еврейский тоже, бей-бей-барабан, зародной Биробиджан, все его песни с надрывом и хрипун, о котором сказал, я уже все испробовал, вот женщины только не было. То мужчина, то женщина. С домиком в Коломне остановимся, сейчас делаем перерыв, нам еще немножко о медном всаднике, о египетских ночах поговорить. Помнят и перескажут другим. Итак, домик в Коломне завершается 9 октября. Ровно через три года Пушкин начинает тоже 9 октября медный всадник. Вот вам второй хронологический приоритет. Вообще хронология это очень серьезно, потому что я не буду о времени говорить, это нужно, похоже, отдельную лекцию, что такое время. Но именно через хронологию синхронизируются очень многие процессы. Конечно, медный всадник это самое сложное, поразительное произведение, в котором в отличие от всех не один, а два смысловых ряда. Там есть все. И чем еще? В медном всаднике загадка и разгадка всем нем, есть ключи. Ну, во-первых, это очень мощное и целостное произведение. Закольцованный, как мы говорим, иерархически высшим объемлющим управлением. Вот если у нас вышло единственное пока небольшим тиражом, неизданный Пушкин, где впервые полностью точно как в рукописи у Пушкина. А там маленькие детали. Например, он, местоимение, не с маленькой, а с большой буквы. И так, не в месте, как в водное слово, а в розе. Ну, много таких, но они упущены, каждая запятая, каждая точка имеет. И так, о чем медный всадник? О двух революциях. Причем ключи снова введение и в заключение. Медный всадник имеет введение. Первую часть, это как бы революция октябрьская и ноябрьская. И августовская революция или контрреволюция. Я уж введение не буду, начну только, почему это закольцованное. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих пол. Расшифровка в конце. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Он, и Бог, это одно и то же. К местоимению он, даже в отношении царя, никогда с большой буквы не писалось. Только по отношению к Богу. В первой же части Пушкин пишет о той предгрызовой обстановке, которая была перед революцией. И помните, что Петроградом, во времена Пушкина город не назывался, он был Санкт-Петербург. Петроградом он назывался только 10 лет с начала Первой мировой войны до смерти Лени. С 14 по 24. И Пушкин обращается еще к описанию наводнения, которое было 7 ноября, но 24 года. Он ссылку как бы делает, что все это описание, я беру вот здесь, пришествие описанной всей повести, основанное на истине. То есть он дает понять, что все здесь истинно. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием составным верхом. И дальше сноска, что это 7 ноября. Смотрите. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумной волной, в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. То есть стройная ограда. Здесь Нева – это образ народа и одновременно глобального исторического процесса. Никакого расхождения с образом толпы, которое дано в Руслане и Миле, как конь, нет. Потому что во второй части будет и тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Пушкин говорит еще и о том, что уж было поздно и темно, сердит и бился дождь в окно, и ветер дул печальным воем. В то время из гостей домой пришел Евгений Молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. И тут же отмежевывается от него. С ним дано мое перо. Не я сам, а мое перо. К тому же дружно. Про звание, то есть фамилии его, нам не нужно. Потому что часто фамилия и чем занимался человек в России было одно и то же. Хотя в иные времена оно, быть может, и блистало. И под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой и возвращается к домику Коломны. Живет в Коломне. Где-то служит. Дечится знатных. И не тужит. Не о почиющей роднении, а о забытой стране. Вот я вам рассказал, почему евреи не хотят лезть в свое прошлое. Они не могут ничего рассказать о том, что было до Синайского турпохода и до Египетского плена. А дальше он раскрывает внутренний мир Евгения. Ведь медным всадником занималось очень много. Я изучил массу литературы по медному всаднику и библейской темы там довольно выпячивается. Ведь всадник-то бронзовый. Пушкин называет его медным. Идите в русский музей, картина Бруни, медный змей. Там вся разгадка. Библия колет сознание и подсознание. На уровне сознания. Не сотвори себе кумира. На уровне подсознания. Поставь медного змеи на знамя. Вот этот разрыв сознания и подсознания многих приводил к сумасшествию. Есть статистика. Раньше в России народ был неграмотный. Библию в основном давали фрагментами попы. В целом никогда не давали. Книги, пять книг Торы, книги пророков, книги Нового Завета, евангелистов. Потому что тот, кто читал всю Библию от начала до конца, статистики 15-16 сходили с ума. Почему? А вот разрыв сознания и подсознание. И поэтому Пушкин описывает, как Евгений сошел с ума. Это образ вообще человека, не просто лишенного свободы воли, но оно и исходящего с ума. Но что этому предшествовало? Как заглядывает Пушкин во внутренний мир Евгеника? Евгений, ведь Евгеника как наука появилась только в 20-м столетии. Это наука о том, как выводить новую породу людей, конечно, хороших, избранных. Ну, что получилось, вы знаете. Итак, домой пришед Евгений. Встряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. Помните в домике в Коломне? Но тогда блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Да? А смотрите, какие змеи у него шипят. О чем же думал он? О том, что был он беден. Очень сильный образ. Вы потом вот этого импровизатора, Пушкин тоже бедным называет. И везде Евгений бедный, бедняк, проснулся, бедный, бедный. Откуда это? Была басня Крылова, очень популярная. Бедный богач. Смысл его такой, что где-то в избе там мужик очень хочет разбогатеть. Ну дьявол ему дает кошелек и говорит, бери червонцев, сколько хочешь из нее, но тратить можешь только после того, как выбросишь кошелек. Вот он день таскал-таскал червонцы, хотел уже бросить, думаю, что я завтра еще потаскаю, успели потратить. Ну и так он всю жизнь только таскал, умер на этом, вот бедный богач. Ну и Франческо Петрарков что-то сказал. Жадный, беден всегда. Вы в метро часто видите передо. Вообще многие наши выражения вы видите в метро. То есть это вот то, что мы называем эгрегориальное, коллективное, бессознательное выражает. То есть наша информация уже запущена. Самый талантливый актер Миша Боярский, еврей, в «Салют Петербург» дает интервью. Его спрашивают, что бы вы хотели? Крупным шрифтом. Ума и денег. Чего вам не хватает? Ума и денег. Каков Пушкин. Четко не только, но даже слово повторяет, это современный Евгений. А дальше, дальше, ведь речь идет о том, что Мавра хотела, ну как бы, жениться на Параш. Параша народ, еврейство хочет соединиться и правильно ассимилироваться, войти в народ. Пушкин продолжает эту тему. Жениться? Что ж, зачем же нет? И в самом деле я устрою себе смиренный уголок. Себе. Возьмите книгу «Экклезиаста». Прочитайте внимательно, там есть раздел. «Я построил себе дома. Я насадил себе сады. Я построил там то-то, то-то, то-то. Я провел каналы все себе, себе, себе. Но не хочу отдавать своим потомкам, вдруг они будут глупыми. Царь, высший уровень, экклезиаст, царь. Сам все создал не сам же, а ему перешли как бы плоды трудов предшествующих поколений. Поэтому, он говорит, все это суета и суета. То есть и здесь, и в самом деле я устроил себе смиренный уголок. И в нем парашу успокою. А теперь обращайтесь, не вам металось как больной в своей постели беспокойно. Что? Кровать, два стула, щей, горшок, да самый большой. Чего ж нам более, не будем прихоти мы знать. По воскресеньям, летом в поле с парашей будем и гулять. Местечко выпрошу. Параши припоручивают семейство наше, воспитание ребят. И вот дальше он говорит, что весь период самоидентификации еврейства будет три поколения. И будем жить. И так до гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Октябрьская революция. Фактически, те местечковые евреи, которые не очень-то, не все они были грамотны в вопросах управления, тогда вышли сразу на все управленческие структуры. И в Москве, и в Петрограде, ну, дикой, по-моему, первые списки опубликовал, когда есть 500 там с лишним членов правительства, 400 с лишним были евреи. Никогда евреи так резко не влезали. Пошел процесс самоидентификации. Ну, а Пушкин говорит, будет три поколения только. До гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Но он, конечно, имел в виду смерть информационную. Так думал он, и грустно было ему в ту ночь. И он хотел, чтобы дождь в окно, чтобы ветер был не так сердит, и дождь в окно стучал не так сердит. То сонную очередь он наконец сомкнул, и вот редеет мгла ненастные ночи, и новый день уж настаёт. Вот всё дальше надо быть очень внимательным, когда читает Пушкина. А ведь фактически Евгений как бы вас не видит. И потом он в одном месте говорит об этом. Нева в ту ночь рвалась я к морю против бури. Не овладев их буйной дурью, буря откуда была? С запада. Ветры с запада. Марксизм пришёл с запада. И спорить стала ей не мочь. Поутру над её бригами теснился куча народ, Любуясь брызгами, волнами и пеной разъярённых вод. То есть была и пена во все это революционной. Но силой ветров от залива, переграждённая Нева, Обратно шла гневна, бурлива и затопляла острова. Вот очень сильный образ острова. Остров, это, в словаре дали, смотрите, Фактически это, вот вода и вершина. Это природный аналог толпы элитарной пирамиды. Наверху элита, внизу народ. И тема островов проходит у Пушкина через Ведение обе части и заключения. Смотрите. Мосты повисли над водами, Темнозелёными садами её покрылись острова. И вот вам раскрытие вдовы. И перед младшую, И перед новую столицей Померкла старая Москва, Как перед юной царицей, Парфироносная вдова. Вот вам открытую. А что же за темно, Покрылась темнозелёные острова? А тут, Но силой ветров от залива, Переграждённая Нева, Обратно шла гневна, бурлива, И затопляла острова. И в заключении. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда Рыбак на ловле запоздал, И бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, Гуляя в лодке. Воскресенье – пустынный остров. Не взросло там небылинки. Наводнением туда случайно занесло Образ библейской концепции. Домишко ветхий. Его над водой остался он, Как тёмный куст, Почти таки, как тёмный крест. Его прошедшую весной Свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. То есть никто туда уже не ходит. На пороге нашли безумца моего, И тут же хладный труп его Похоронили ради Бога. Значит, есть народ, Который под водой. Есть острова. Образ разделения На элиту управленческую и толпу. Вы скажете, Ну а почему это домыслимо? А вот вам отгадка. В первой части Стояли Вот описание то, Что когда народ В февральской революции Вышел на улицы, Стогны – это площади. Улицы, как реки. Стояли стогны озерами, И в них Широкими реками Вливались улицы. То есть, представляете, Вы сверху с вертолёта смотрите, Толпа запружена народом, Как озеро, И идут демонстранты. И вот ответ. Дворец Казался островом, Печальным. Всё, Стало на место. Но как ловко он это делает. Смотрите, Тёмно-зелёными Садами Её покрылись острова. Ведь, можно сказать, Светло-зелёными садами. Правда? В ритме ничего не изменилось. А почему же тёмными? А то, что Вся управленческая структура Не к свету работает. Потому что дальше, Вы прочитаете Во второй части, Что Он скоро свету стал чужд. Весь день бродил пешком, А спал на пристани. А Евгений питался в окошко Поданным куском. То есть, Управленческие структуры, А любая кадровая база Готовится в рамках Определённой концепции. По библейской концепции Это тёмная Управленческая структура. А потом, Заканчивает, чем Пустынный остров Не взросло, там не былинки. То есть, В интеллектуальном, В творческом плане, Или, что ли, То, что дать народу, И там прямо говорится, Или чиновник посетит, Гуляй в лодке, В воскресенье, Пустынный остров. Но Он пуст. Пушкин Что-то в образном виде понимал, Что Есть два подхода Вот К этому делу. Ещё одной картинки. Вот Картиночка, взгляните. Я буду говорить Марксистской технологии. Вот это Жирный базис, Это работники сферы материального, Духовного производства. А вот это Вот Надстройка, Она Её задача Повышать качество управления. Что происходит, Когда Управленцы не могут повысить Качество управления? Отрезается им голова. Так Революция происходит. То есть Есть революционный путь, Вот Отрезана голова, Качество управления упало, Они тянут, Срезаются. Ведь Если вы Так нам говорят, Что всё было перед революцией хорошо, Да ничего подобного. Очень Промышленность быстро развивалась, А чем занимались наши управленцы? Это же были дворя, А не буржуазия. Считайте чертогон у Лескова. Наворуют, Потом кабак, Пропьют, Потом идут свечки ставят. Своим Мерзостным делам. То есть Не обеспечивали требуемое Качество управления. Сейчас Есть другой способ, Эволюционный. То есть Попытка Как бы Ротации кадровой базы, Но Пушкин говорит Бессменной концепции, Если не убрать Ветхый домик, Ничего не получится. Очень интересный Значит Образ во второй части Почему православная революция? Пушкин пишет О нем, О Евгении. Но бедный, Бедный мой Евгений, Увы, Его смятенный ум Против ужасных потрясений Не устоял. Мятежный шум Невы и ветров Раздавался в ее ушах. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, Месяц. Он К себе домой Не возвращался. Его пустынный уголок Вы знаете, Что действительно Всевышний Отдал наймы, Как вышел срок Тем, Кому Кто не понесли торы В Коране говорится Подобно ослу, Несущему книги. Скверно, Подобие людей. Они даже не скоты, А хуже скотов. Его пустынный уголок Отдал наймы, Как вышел срок Хозяин С большой буквы Бедному поэту. Он Хозяин Бог Это одно и то же. Так Пушкин говорит О появлении Пророка Мухаммада. Евгений За своим Добром Не приходил. Он Скоро Свету Стал Чушь. Весь день Бродил Пешком, А спал На пристани. Питался В окошко Поданным Куском. Что за пристань? Что за окошко? Все есть Вовведение. Прошло Сто лет. Ну, Во-первых, На берегу Пустынных Волн Стоял он Дум Великих Пол И вдаль Глядел. Пред ним Широко Река Неслась Бедный Челн По ней Стремился Одиноко. Вот Когда Глагол Неслася То есть Глобальный Ифторический Процесс Его цель Неизвестна Поэтому он Несется. А есть И там Все народы Но есть Некая Однонародность Которая Устремлена Сама Того Не понимая Куда-то Вот Бедный Бедный Челн По ней Стремился Одиноко. То есть Еврейство Вырвано Из всех Народов Из потока. Поэтому Стремиться Одиноко. Цель Есть По низким Топким Берегам Чернели Избы Здесь и там Приют Убогого Чухонца. И лес Неведомый Лучам В тумане Спрятаного Солнца Кругом Шумел. И думал Он От сель Грозить Мы будем Шведу Здесь будет Город заложен На зло Надменному Соседу. И вот Появляется Окно. Природой Здесь нам Суждено В Европу Прорубить Окно На запад. Теперь ясно Откуда он Питался В окошко Поданным Куском. Еврейство Питается Оттуда С запада Из окошка. А что Значит Пал На пристани? Прошло Сто лет Июнный Град Полночных Стран Краса И дива Средь Тьмы Лесов Средь Топ И блат Вознесся Пышно Горделиво Где Прежде Финский Рыболов Печальный Пасанок Природы Один Средь Невских Берегов Бросал Неведомые Воды Свой Ветхий Невод Финн Это жрец В переводе На русский Язык Ветхий Невод Образ Опять Библейской Концепции Ныне Там По оживленным Берегам Громады Стройные Теснятся Дворцов И башен Корабли Толпой Со всех Сторон Земли К богатым Пристаням Стремятся Да Всегда Спал На пристани Евреи Стараются Быть там Куда Приходит Информация И там Они И кормятся А дальше Раз он Спал На пристани Нелета Клонились К осени Вот вам Абгуст И опять Повторение Как первая часть Дышал Ненастный Ветер Мрачный Вал Плескал На пристань Роб Щепень И бьясь О гладкие Ступени Как Челобитчик У дверей Ему Неведомых Судей Образ Народа Который Чего-то Хочет Хотел Повышение Качества Управления А его Обобрали Вот Этот Вал Был Действительно Мрачный Бедняк Проснулся Мрачно Было Дождь Капал Ветер Вылуныло И с ним Дали Во тьме Ночной Перекликался Часовой У еврейства Сразу Обращение К древнему Египту Игра С ЧК Винским То есть Что-то Крутится На уровне Наших Спецслужб Налево Выпала Тройка Направо Девятка Первый тур Во втором День Налево Он поставил На семерку Выпал Валет Направо Потом Он поставил Как бы На туза Выиграл Налево Направо Дама А налево Он поставил На туза Но вышла тоже Дама Он говорит Я обдернулся Попадает В семнадцатую Камеру Герман Ну это Я вас просто Отправляю всех Перечитать Пиковую даму И очень Присматриваться К своему внутреннему миру Какие образы У вас будут возникать Вообще То что я рассказываю Вы все и так Без меня знаете Просто Моя задача Поднять Та же как Вот в Руслане В Дмиле Информацию С уровня подсознания На уровень Сознания И наталкивается Там на Клеопатру Это образ Как бы Одновременно Глобального Исторического Процесса И глобального Предиктора Ну и он говорит Что Надо вообще-то нам Когда до него Это доходит Он говорит Что надо бы нам Остановиться Я вот только Зачитаю Та исполняет Готовностью Подходит Троцкий Хмурится Товарищи Лев Давидович Троцкий Не могу Слезы душат Ленин А что Товарищ Давайте поплачем И вот Обращение К Синайскому Турпоходу Я уж Лет сорок Не плакал Плачут Под войск Редай Какая вся Голубица Картает Свердов Да голубица Постепенно Затихает Сидя Подперев Кулаками Щеки Стук Дверь Ленин Что там Войдите Входит Рахья Ра Ра Омон Ра Рахля Присоединяйтесь Товарищ Рахья Проходите Рахья Там Это Там просили Передать Это самое Временное Значит Правительство То есть Не изложено Молчание Клеопатр садится Какой ужас Троткин Да Вот это Новость Свердов Что же делать Владимир Ильич Ситуация изменилась Антонов Овсеенко Не пойду Никуда Здесь Здесь Приму Я виноват Падать на колени Дайте мне ногам Ленин Без паники Спокойствие Думает Давайте снимемся На фотокарточку А то впереди Что-то такое Что-то архи Или еще хуже Товарищ Рахья Фотографы сюда Скорее Рахья Слушаюсь Выходит Возвращается С фотографом В тельняшке Обратите внимание Без козырки Галифе Сапоги Бутылками И это И это Есть смесь Фотограф Устанавливает Аппарат Все усаживаются Вокруг Клеопатры Ленин И вы Товарищ Рахья Вот сюда У щиколотки Фотограф Вы готовы Товарищ Фотограф Всегда Ленин Начинайте Фотограф Закрывается Накидкой Из фотоаппарата Раздается Пулеметная Очередь Пули Косят Разбегающихся Потоки Крови Однако Леопатра Невредима Глобальный Предиктор Фотограф Добив Рахья Подвойского У самой Двери Отбрасывает Накидку Заводит Граммофон В монтированный Фото Пулемет Затем Подходит К столу Сдергивает За руку Оцепеневшую Клеопатру Глобальный Предиктор И начинает Танцевать С нею Фокстрот Вот у нас Михаил Николаевич Все время Глобальным Предиктором Танцует Фокстрот Кровь Хлещет Они Подсказываются Катаются И снова Танцуют У человека Образы Очень связаны С теми Что В египетских Ночах Вы знаете Появляется Некий Импровизатор Бедный Именей Нет А Просит Вести Его В определенный Круг Ну и Когда Он туда Входит Там Дается Пять Тем Одна Клеопатра И ее Любовники Клео Богиня Истории И Он Эту тему Развивает Черток Сиял Гремели Хором Певцы При звуках Флейд И лир Царица Голосом И вздором Роскошно Оживляла Пер Сердца Неслись К ее Престолу И вдруг Над чашей Золотой Она Задумалась И долу Паникла Гордой Головой Это Образ Древнеегипетского Жречества Все остальные Жречества Лишь мелкой Периферии Но И у Древнеегипетского Жречества Было представление О Боге Вы знаете Бог Есть любовь И пышный Пир Как будто Дремлет У молки Гости Хор молчит Царица Вновь Голову Подъемлет И с видом Ясным Говорит В моей Любви Для вас Блаженство Блаженство Можно вам Купить Внемлите Ж мне Могу Равенство Меж нами Я Восстановить То есть Хотите быть Наравне Со мной Попробуйте Кто К торгу Страстному Приступит Свою Любовь Я Продаю Бога Продаю Скажите Из толпы Один Выходит Отделяет А вслед за ним И два других Порядок Египетское жречество Создало в начале себе Периферию Из еврейства Смела Смела их поступ Ясны очи Навстречу Им она Встает Свершилось Куплены Три ночи Его же смерть Их зовет А дальше Про жрецов Благословенные Жрецами Теперь Изурны Роковой Предмолчаливыми Гостями Проходят Жребий Чередой Порядок Гибели Определяется Так Первым Погибло Римское Жречество Потому что Оно было Филиалом Древнегречества А то было Древнегипетское И первый Флавий Воин Смелый В дружинах Римских Посиделый Не мог Снести Он от жены Жена народ Высокомерного Предзрения За то что Христианство Стал Принимать Римские Граждане Он принял Вызов Наслаждения Как принимал Он в дни войны Он вызов Ярого Сражения Второй Критон Я уже вам Говорил Что в первом Варианте Ну про Флавий Все сказал Не буду повторяться Второй Критон Молодой Мудрец Жил в Афинах Рожденный В рощах Апикуры Критон Поклонника Певец Харид Киприды И Амура Ну то есть Перечисляются Греческие боги А вот дальше Самое главное Идет описание Кого она сотворила И кого чем бережет Любезный Сердце Очам Как Вешний Цвет Едва Развитый Последний Имени В веках Не передал Его Ланиты Пух Первый Нежно Тнял Статистически Сейчас все Евреи Носят Вот эту Короткую Бородку С ванильдзи И так далее Да Речей Неопытные Силы Кипело В сердце Молодой И грустный Взор Остановила Царица Дивный На нем То есть Почему она Грустила Первые две ночи Уже прошли Наступает Третья Клянусь О матер Наслаждение Тебе Неслыхано Служу То есть Тихо Неслышно Нешумно На ложе Страстных Искушений Простой Наемнице Вхожу То есть Я тоже Под Богом Египетское Жрежство Признает Клянусь О мощней Киприда И вы Подземные Цари И боги Грозные Аида Клянусь До утренней Зари Своих Властителей Желания Я солдострастно Утолю И всеми Тайнами Ладзанья И дивной Негой Утолю Но только Утренней Парфирой Аврора Вечная Блеснет Клянусь Под смертной Секирой Голова Счастливца Упадет С чего Началась Революция С выстрела Авроры А вы знаете Что было Три броненосных Крейсера Паллада Аврора И Диана Историю Паллады Знаете Она Стала Жертвой Войны С японцами Она была В порт Артуре Паллада Это богиня Мудрости Не везло России Под давлением Вот этого Глобального Предиктора С мудростью Ну первая Паллада Была затоплена В Крымскую войну Фрегат Паллада Помните Историю А вот Три броненосных Крейсера Паллада Была затоплена В порт Артуре Во время Русско-японской Войны А на рейде Стояла Диана И Аврора Но выстрел Прозвучал Пусть холостой Как знак Начала Восстания С Авророй Потом Пытались После русско-японской Войны Построить Еще один Тяжелый Броненосный Крейсер Паллада Конец Такой же В Первую Мировую Войну В 14 Или 15 Году Он был Затоплен Первыми Залпами Немецких Торпеда Попала Торпеда Попала Погреба Он был Взорван И затонул То есть Понимаете Я Думаю Что Сейчас Все что я вам Рассказываю Я рассказываю Ведь О том Какие Образы Возникали У Пушкина И как Эти образы Реализовались Но ведь Образы В отношении Определенного Явления Египетские Ночи Закончены Ну Как бы Цикл он Закончил Вот Который Я вам Начал И только Доме в Колонне Подробно Рассказал А вот Эти две Вещи Фрагментарно Я хочу Чтобы Вы просто Прочитали Подумали Сами Над этим Может быть Вы увидите Даже больше Меня На этом Я заканчиваю Время Истекло Не занимался Пушкин Чепухой Не был он Не бабником Как хотят Вы представите Пьяницей Это был Очень Серьезный Человек И не просто Народ Народ Ну Все Народ Народ Продолжение следует...